Несколько дней назад 1-я батальонная тактическая группа 31-й бригады вернулась из Республики Казахстан после выполнения задач организации договора о коллективной безопасности ОДГБ. Напомним, Совет коллективной безопасности ОДГБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, где состоялись массовые вооружённые беспорядки. В состав группы вошли и в отразделения вооружённых сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. Перед военными стояла задача охранять государственный и оборонный объект, содействовать местным правоохранителям, восстанавливающим порядок в стране. 13 января начался постепенный вывод миротворческого контингента с территории страны. На торжественном мероприятии губернатор Алексей Русских встретился с десантниками и поблагодарил личный состав 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Мы рады видеть вас в целости и сохранности на родной Ульяновской земле. Для тех, кто ждал вас дома, это, конечно, особенный день. Все понимали, что в Казахстане шла, по сути, настоящая война с опасным и коварным врагом – экстремистами и террористами. Вернуться живым и невыдимым, выполнив возложенную миссию – это главный подарок вашим родным и близким. Родина вами гордится. Временно исполняющий обязанности командира бригады Иван Поздеев напомнил, что тактическая группа бригады в составе миротворческих сил ОДКБ за короткий промежуток времени оказала помощь в стабилизации обстановки и наладила бесперебойность работы жизненно важных объектов Казахстана. Вы своим примером, неоднократно, успешно выполняя специальные и боевые задачи, доказываете, что страна не напрасно гордится вами. Благодарю вас за службу и поздравляю всех с успешным выполнением специальных задач. Хочу пожелать вам крепкого десантного здоровья, мира и благополучия вашим семьям, высоких достижений в служебной деятельности на благо нашей Родины. На территории Республики Казахстан ульяновцы находились 10 суток, пока обстановка не стабилизировалась. Под их охраной находился Международный аэропорт в Алмате – важный стратегический объект. Подразделение убыло в Республике Казахстан с самолетами военно-транспортной авиации. В ходе перелета все подразделение переместилось в Республику Казахстан. Там получили задачу взять под охрану аэродром Алматы. Задачи справились и круглосуточно несли дежурство по охране аэродрома. Бои-столкновений не было, но были провокации со стороны населения. Не знаю, возможно, это были незаконно вооруженные формирования. Разные были провокационные действия. Губернатор Алексей Русских наградил отличившихся военнослужащих 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады благодарственными письмами. Ирина Антонова, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.